Если лес рубят незаконно, то со щепками судьбы летят. Героя этой оперативной съемки судили условно на год, а ведь отнековался. С товарищей его и вовсе следователям рассказали, мол, грибники мы, а то, что электропила с собой, ну мало ли. Да и милиционеры эти рассказы больше для порядка услышали. Они же сидели в засаде, все сами видели. На данное место также приехали три человека, которые собирались совершить незаконную рубку леса. Один, значит, человек остался в машине ждать и следить за окружающей обстановкой, в том случае, что если кто-то появится, предупредить тех, которые будут работать с бензопилами. Два человека пошли в лесной массив. Сотрудники милиции... Ночной рейд по лесным делянкам. Проверяют на трассе машины с лесом, ищут самих лесорубов. До пяти утра по всем колдобинам. Как правило, труды милиционеров не напрасны. Вот результат подобных ночных рейдов. К Тотимскому райотделу пригнали большегруз. Полтора десятка кубов преступно вырубленной древесины. Данная автомашина марки «Урал» с гидроманипулятором была задержана сотрудниками уголовного розыска ОД в Тотимском району в четырех километров от деревни задняя. То есть на данной машине производился вывоз незаконно заготовленной древесины. Это восточные районы области, богатые лесами. И вот, скажем, в Тотимском районе только в этом году около 20 уголовных дел по незаконной рубке леса. А в Бабушкинском их число перевалило уже за сотню. Воруются не те предприниматели, которые пили, а простое население. У наших зарабатывает, что-то работает, нигде нет, все в районе. Заработок идет на тысячи, а лесники считают тоже в рублях убытки. И это миллионы. Юлия Махова, Новости Вологда, при содействии Пресс-службы ОВД.